Об этом сегодня на рабочей встрече губернатору Краснодарского края доложил уполномоченный представитель по защите прав предпринимателей Игорь Якимчик. Таким образом, в регионе пытаются подтолкнуть людей открывать собственное дело. А это для экономики региона сейчас принципиально важно, добавил Александр Ткачев. Я часто общаюсь с предпринимателями и знаю, насколько порой им нелегко, в первую очередь из-за административных барьеров, жалобы идут на работу и административных организаций, предприятий, которые работают на краевом и муниципальном уровне, жалуются на работу производительных органов. К сожалению, эти проблемы, они еще остаются. И, конечно, полностью, естественно, наша задача с вами стоит исключить, чтобы бизнесу на Кубани жилось комфортно, он действительно мог и строить здесь планы, инвестировать свои капиталы, свои сбережения, не боясь, не оглядываясь ни на что. Территория роста Кубани – это, так сказать, для нас априоратива. Что происходит на территории Краснодарского края? 35 тысяч проверок сегодня в целом по всем ведомствам, краевым, федеральным. Мы совместно с прокуратурой отсекли 25% за ненадобностью проверяющих. Мы сегодня говорим, что предпринимателям нужно проверять по одному принципу – рискоориентированно. Если это угрожает здоровью и безопасности жителям Кубани или здоровью – все, конечно, проверять. Конечно же, идти и смотреть, что на самом деле происходит. А так, да, ничего. По словам самих бизнесменов, защищенность от проверок и давления для них даже важнее, чем инвестиционная составляющая. Так, в прошлом году 69% опрошенных предпринимателей проверяли от одного до трех раз. Почти четверть предприятий под ревизией госорганов попадали даже по шесть раз. Остальные компании и вовсе пережили семь и более проверок. Александр Ткачев отметил, что тенденция к снижению контроля в крае все-таки появилась, но останавливаться еще рано. Кроме этого, бизнес-омбудсмен рассказал губернатору о подготовке проекта закона, по которому от налогов на два года будут освобождены предприятия, работающие в социальной сфере и обрабатывающем производстве.